Так, а у нас Пирокинезис. Дамы и господа, Пирокинезис выпустил что-то новое на этой неделе, причем не в пятницу, это вышло несколько дней назад. Ну ладно, на самом деле песня называется «Я прошел по касательной» и выглядит она вот так. Так, как я понял, это трибют Борису Рыжему, видимо не одиночный, то есть это не просто Андрюша Пирокинезису припиздилось сделать трибют, я так понимаю, что там разные участники, были разные музыканты, по крайней мере исходя из того, что я понял из ваших комментариев, что это просто трибют, в котором поучаствовал Пирокинезис. Что это не его какая-то сольная задумка, как было с Питерчейни Франция. Итак, Борис Рыжий, его текст, текст не Пирокинезиса. Интересный вызов, учитывая то, что вообще текстовая составляющая это одна из самых сильных сторон самого Пирокинезиса как автора, но он здесь попробует себя как исполнителя проявить. А тот сам не достался приемник и слушал эфир, а от брата остались часы, я сменил ремешок и носил... Слушайте, во-первых, круто звучит голос, ну прям хорошо звучит, он передает хорошо эмоции, вот этот вот шок... Блядь, я сейчас, как Глеб, три дня дождя прозвучал, извините, пожалуйста, вырвалось. Вот это вот придыхание на конце слова, это было прям хорошо и по качеству нормально все звучит. От брата остались часы, я сменил ремешок, и на силы пришла мне догадка, что я не кровил, и припомнил, и сшил, и в сборы... Что? Прости, я тебя хвалится... Что? От брата остались часы, я сменил ремешок, и на силы пришла мне догадка, что я не кровил, и припомнил, и сшил, и в сборы ты сшил, и бешон, мне осталась страна, добрым молодцем, вечный наказ, себя не захват, живьем, одному повезет, и не... А вот здесь просто отвратительно работает звукоряд, потому что звуковая дорожка, потому что голос просто провален за инструментал, и просто роли поменены. Как Шопена мой дед заиграл на басовой струне, и сказал моей маме, мало еще старших корить, я при Сталине прожил, а Сталин цепился при мне, для этого, деточка, стоило... Сведено очень странно, очень странно. Просто микс развалился сразу, вокал не на своем месте, вокал просто позади инструментала звучит. Это просто очень сломанно звучит. А начиналось хорошо. Пока Пиро не понял, что он некрофил, было хорошо. Пиро не может случиться с Петром, не может случиться с Петром. А здоровье осталось на несколько тысяч затяжек, И ночные коты местный дворик обходят дозором, Вот рассыпались звезды солдатских начищенных пляжек, И у времен осталось спаяться единым узором. а здоровья осталось на несколько тысяч затяжек и ночные коты местный дворик обходят дозором вот рассыпались звезды солдатских начищенных пляшек и временно стало спояться единым узором через парк по ночам я один возвращался домой если все описать что дорогой случилось со мной пьяный влад беседен сводил в гараж бенде или что я не понимаю то есть я не знаю как он это делает это гений я я не знаю как ему это удается вы понимаете что он вот ухитряется раздвигать границы что такое плохо как ты это делаешь то есть ну вот вроде мы уже все услышали мы услышали разваливающийся микс мы услышали очень странную работу в пространством а после этого андрей находит как нас удивить через парк по ночам я не возвращался если все описать что дорогой случилось со мной сколько спас и девиц распугал похотливых шакалов сколько раз меня пили подонки ломали менты вырывался от них матерился ломился в кусты и от злости дрожала жена меня не узнавал это видя рубел и смеялась но все же заметил соглашаясь со мною пока не усну посидеть я как бог засыпал и мне снились поля золотые вот в сандалиях с лира еду собирают цветы вдруг встречается мне аполлон поэтический бог хорошо сочиняешь да выглядишь дурно сырок за куруда на корточках эдаким муркой обедом я покуда живой не нужна мне твоя болтовка а когда после смерти я стану прекрасным поэтом для эпидрофа в лодке без строких статьям про снег идёт и пройдёт и наполнится небо огнём пусть на горы урала опустятся эти огни я прошёл показательный номер в разрез с небесами в этой точке касания и пузы и звёзды мои одна нет я не знаю как это возможно но он ухитряется сделать еще хуже и гаже спрашивают дима ты включаешь одновременно какой-то другой трек или стих от перкинезиса вот именно такое ощущение оно настолько не согласовано внутри себя что я тоже пару раз проверил как бы у меня в двух вкладках параллельно не открыл ничего микс пошел по пизде это очень мягкая формулировка микс как бы сказать не факт что из нее выбрался не это реально но то есть это даже по меркам андрея криминал то есть даже по меркам человека который вот так вот хуй вытирает об качество своих треков уже много лет но он сейчас как бы пробивает дно при том что опять же ты делаешь вот у меня это в голове не укладывается ты делаешь трибют поэту трибют поэту который явно для тебя много значит судя потому что ты про него писал там в геометрии тьмы в начале например то есть это ну не пустое для тебя имя наверное тебе хочется сделать хорошо тем более там участвуют другие люди ты понимаешь что это не только твоя инициатива ты часть большого дела но постарайся кал не уронить ну вот это типа сложно и тебе учитывая формат трибюта не надо писать текст твоя работа буквально исполнить и проконтролировать все чтобы конечный результат был достойного качества исполнил он нормально прям нормально прям неплохо прям постарался все остальное андрею пирокинезису поебать как звучат его треки тезис который я высказываю много лет надо мной сперва спиялись крутили пальцы виска сейчас ну как смешно или уже не очень ему похуй ребят повторяю еще раз ему похуй вообще главное он это хоть понимает а вообще не факт я реально начал допускать какой-то момент что человек который второй десяток лет профессионально и успешно ведет музыкальную карьеру собирает стадионы реально может быть настолько профнепригоден что он не понимает в чем проблема что он просто вот не может понять в чем проблема может быть он даже искренне хочет но не может это гораздо страшнее чем мысли что ему похуй то есть похуй это ну просто как бы человек которому насрать на то что он делает он как бы просто не будет уделять этому внимание вот просто человек неуважительно относится к этой части своей работой это понятно хотя бы а вот если человек второй десяток лет успешной музыкальной карьеры не может разобраться с азбучными истинами просто не принимает искренне даже хочет но не может понять вот это прям тревожненько интересно если отключить синдром утенка у фанатов пирокека много ли останется фанатов если отключить синдром утенка если вот представить себе что всех предыдущих лет не было и вот выпустить пирокека сейчас на широкую аудиторию но вот его никто не знает то есть вот широкой аудитории всем первый раз показывают перекрытия смотрите какой парень талантливый рэпом занимается вы его вот так вот представите всей его аудитории но только все эти люди услышат его в первый раз он будет в несколько раз менее популярен чем овсянкин какой-нибудь он будет я говорил кстати об этом что главная трагедия андрея перекрыть ну и главная удача в жизни андрея перекрытия по совместительству это то что он просто хапнул популярности не по размеру потому что популярность ему дали рифмы и панчи которые были страшной машиной по зарабатыванию денег в тот момент а учитывая его ментальность его подход к творчеству который не эволюционировал вообще его вкусы его даже какие-то стремления пиро просто не стадионный артист у него были такие вот амбиции когда он был подростком когда у тебя амбиции в принципе через край но где-то в глубине он не артист для стадионов он артист для тусовочки он артист на край 30 тысяч подписчиков с локальными приколами вот этим вот работа с корешами вот это все это все приметы локального нишевого артиста просто по счастливой случайности для себя этот артист получил стадионы пишут овсянкин очень нишевые непонятные так пирокинезис если вы уберете его хиты если вы уберете его прошлые заслуги и говорю вот сейчас представите его его же слушателям но вычеркните у них из памяти кто он такой вот не было его прошлых песен пирокинезис тоже будет очень нишевым и очень непонятным с качеством песен в районе ебаного говна зато с очень мудреными своими концепциями смыслом люди же очень любят такое но очень специфические люди их очень немного и вот пирокинезис это это будет менее популярно чем овсянки вот если вы просто уберете его старые заслуги сейчас бы называть года сейчас бы называть года труда случайностью я не говорил слова случайность я говорил что андрею повезло есть такая фраза везет тому кто везет андрей перекрессу повезло что в его жизни появился миша панчин что у миши панчина бизнес пошел в гору что андрей был одним из подписантов вот этой волны когда рип делал артистов звездами андрей много сделал для того чтобы стать звездой он написал все эти песни он ездил во все эти туры я ни разу не умоляю его заслуги в этом плане но отрицать что в этом успехе была доля везения которая от него не зависела тоже неправильно практически любой карьере есть доля успеха которая от самого артиста не зависит и пирокинезис не исключение пирокинезису повезло попасть на рифмы и панчи когда рифмы и панчи внезапно стали гегемоном ру-рэпа и просто вот если тебя нет на рипе тяс хорошая вероятность просто нет и сколько бы меня не поливали за то что я называю вещи своими именами просто присмотритесь чуть-чуть отдалите оптику перестаньте смотреть в одну песню посмотрите на динамику вы не видите что все идет по пизде уже много лет хайповый альбом моя милая пустота как будто был написан с тем расчетом чтобы стать хайповым он целил туда куда нужно нет хайповый альбом который был написан с тем расчетом чтобы стать хайповым это eclipse вот eclipse до eclipse выстрелил свое время на то аудитория а моя милая пустота уже накопительным эффектом выстрелила у меня есть разбор моей милой пустоты можете посмотреть он так называется черный квадрат пирокинезис а потому что это альбом на котором закончился андрей пирокинезис и более того если вы сейчас собирались запротестовать это не мои слова это его слова это андрей пирокинезис говорил что уже на момент моей милой пустоты внутри все было мертво и разрушена он был абсолютно пуст и он с тех пор не вернулся если вы не заметили я вот эту аналогию с овсянкиным почему привожу потому что пирокинезис получил узнаваемость на уровне супер массовых поп-звезд типа маркула условного который вот вообще для любого слушателя но при этом он нишевый артист уровня овсянкина он вот на своем приколе надо шарить за лор надо вот знать сколько раз в день покакал его котенок он он очень в тусовке он очень в своих мемах это реально овсянкин которому далее узнаваемость ну не хочется говорить о не асти чтобы не делать таких комплиментов пирокинезису но это условный овсянкин которому далее узнаваемость но я не знаю кто у нас в этом районе находится там green апельсин условный вот у них примерно равная аудитория и то есть артисту который должен быть понятен и близок широкой публике нет труда смасштабировать свое творчество на там x5 зрителей x10 зрителей а когда ты нишевый маленький непонятный такой гениальный весь из себя ты значит глазки разного цвета наркотики вот это все это очень плохо масштабируется на широкую аудиторию если ты не примитивизируешь материал естественно не делаешь тупые поп-хиты для девочек что пирокинезис честно делал и старался и у него это было то есть там какая-нибудь сигаретка без кнопки та же самая цветами радуги он все это делал там перестал что скажешь про питер чай не франция ощущение что лучше бы не выпускал эту пластинку питер чай не франция это очень цельный альбом который весь пропитан одним и тем же чувством полной безидейностью просто этот альбом это и есть творческий кризис зафиксированный в объективной форме питер чай не франция это момент на котором уже не звоночки были а бил колокол звоночки были на моей милой пустоте вот милая пустота была альбомом кризисом типа вот надо преодолеть питер чай не франция стала альбомом к стала пашон не преодолел геометрия тьмы стала альбомом который пока он все еще не преодолел а сейчас еще выйдет альбом про христа и слава россии я таки вас удивлю там возможны разные исходы но не знаю насчет лучше бы не выпускал эту пластинку но такое ощущение что перелом случился раньше она питер чай не франция перелом оформился ничего не бояться сказала цыганка ему что случится с его нам не может случиться с петром не может